Началось заседание с выбора заместителей председателя Десногорского городского совета. Согласно регламенту, у недавно избранного председателя Анатолия Терлевского должно быть два заместителя на постоянной и непостоянной основе. Судьба на тот момент вакантных мест решалась тайным голосованием. Большинством голосов на место заместителя председателя на непостоянной основе был избран Игорь Григорович, представитель партии «Единая Россия» и депутат от Первого округа. Заместитель на постоянной основе Елена Леднева, депутат от 14 округа, партия «Единая Россия». Следующее решение вступает в силу в части избрания заместителя председателя на непостоянной основе момента принятия, в части избрания заместителя председателя на постоянной штатной основе с 1 декабря текущего года. Кроме этого, были рассмотрены вопросы о приведении нормативно-правовой базы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подобные решения принимались единогласно. Представитель проекта решения принятия в целом, прошу голосовать. Кто за? Против? Раздержались? Принято единогласно. В скором будущем в городе возможно появится секция по обучению стрельбе из пневматического пистолета. Инициатором такой идеи стал учебный центр «Атом». Администрации под эти цели предложено предоставить в безвозмездное пользование подвал 4-й школы. Это будет крытая стрельковая галерея, будут оборудованы учебные классы, оборудованы наглядными пособиями, макетами, плакатами, техническими средствами. Будет спортивный зал, оснащенный матками и тренажерами. Огромное внимание будет уделяться мерам безопасности и дисциплине. В Смоленскую областную думу предложено внести законодательную инициативу о дополнительном ограничении продажи алкоголя в Десногорске. Ранее активный гражданин Атомграда обратился в городской совет с идеей запрета продажи алкоголя в праздничные дни. Решение по этому и большинству других вопросов было принято единогласно.